Всем привет и добро пожаловать в плейлист, в котором мы с вами научимся создавать универсальные онлайн-системы сбора данных. Что же эти системы смогут делать? Во-первых, с их помощью вы сможете всего одним щелчком собирать ответы всех респондентов в одном центральном файле Excel. Для этого нужно будет лишь подготовить опрос и поделиться им с требуемыми участниками опроса. Делиться опросом при этом можно будет как в классическом формате, с помощью ссылки, так и в формате QR-кода. Это лишь первый вариант применения разбираемой в этом плейлисте системы сбора данных. Второй же вариант, собственно мой личный фаворит, это создание мобильной онлайн-таблицы для записи данных в один центральный файл с любого устройства. При этом вводиться данные будут опять-таки не в табличном виде, что далеко не всегда удобно, а в практичном формате опросника. Приведу сразу простейший пример. Например, вы решили следить, сколько калорий содержится в каждом блюде, которое вы готовите. Конечно, можно во время готовки возиться с листиком и записывать в него каждый продукт и указывать использованное его количество. Сам по себе этот процесс не самый удобный, так ещё и после приготовления надо будет садиться за компьютер и переносить вручную написанные данные с листика в таблицу Excel. То есть сразу возникает потребность в ещё одном дополнительном рабочем шаге. Благодаря же рассматриваемой в этом плейлисте системе сбора данных, весь процесс выходит на абсолютно новый, уникальный уровень. Просто подготавливаем опросник, то есть указываем в нём продукты по категориям, распечатываем QR-код, приклеиваем его где-нибудь на кухне, а дальше происходит настоящая информационная магия. При каждой готовке спокойно готовим блюдо, взвешиваем каждый ингредиент, наводим камеру смартфона на QR-код, в форме вводим, какой использовали продукт и его количество. Нажимаем на «Отправить» и запись тут же появляется в центральном файле сбора данных. Следующий ингредиент, быстро его выбираем, вписываем вес, отправляем и так далее. В последующем же, в самом файле Excel уже можно делать всё, что угодно. Например, можно настроить автоматический расчёт калорий и все другие нужные вычисления. И это вот просто первый пример, который мне пришёл в голову. Один пример из тысяч возможных. Выходите в спортивный зал, точно так же создаём такую систему сбора данных, в ней подготавливаем упражнения по группам мышц, выбираем упражнения, указываем вес снарядов, вписываем количество выполненных подходов и повторений, отправляем. Всё, данные записаны и у нас вся информация хранится в идеальном виде в центральном файле. В дальнейшем можно смело создавать дашборд для отслеживания ваших спортивных достижений и физического развития. Приведём пример по рабочим темам. Скажем, вы производите определённые работы с выездом на место работ. Точно так же подготавливаем систему сбора данных и во время проведения работы можем вписывать, например, какие материалы в каком количестве были использованы. Благодаря такой системе по завершении работ у вас сразу имеется точный протокол использованных материалов, и всё это, как мы уже видели, собрано в одном месте в стандартизированном виде. В общем, применить этот инструмент можно, пожалуй, в любой сфере, и ограничением здесь является лишь собственное воображение. Что ж, давайте я коротко представлю план плейлиста, после чего мы приступим к его первому видео. Итак, в рамках плейлиста мы, во-первых, научимся работать с Google формами. Это будет наш инструмент для сбора данных в онлайн формате. Во-вторых, мы научимся импортировать собранные в Google формах данные в Excel, который будет центральным местом хранения и последующей обработки данных. Ну и после этого я буду просто периодически пополнять этот плейлист интересными примерами применения рассмотренного в этом плейлисте консолидированного инструмента Google форм и Excel. Вот такой план. Давайте перейдём к просмотру первого видео.